Когда я увидел, что такое сериалы сейчас, это большие литературные произведения, которые, да, в конце концов, может быть, скатываются на каком-нибудь восьмом или двенадцатом сезоне. Скатываются вныло. Потому что любой человек устает, у него не может быть бесчисленное количество идей. Но то, что они делают до того, как они скатятся, просто меня поражает. То, что пишут и как люди пишут, это чрезвычайно профессиональные писатели пишут. Я их ценю сейчас намного больше, чем тех писателей, которые работают, собственно, в литературе. То, что издаётся, то, что там печатается и получает какие-то премии, то, что отмечается критиками. Сериалы интереснее. То есть я вижу это как написанный продукт, написанный людьми, которых может быть, я не знаю, я не смотрю титры, но я вижу за этим серьёзных писателей. Там люди с очень большими литературными талантами. То есть если бы они были писателями, они были бы очень сильными писателями. Просто им там себя реализовать, наверное, может быть, это единственное место, где они это могут сделать. Я не особенно в этой кухне силён. Может быть, это выгоднее финансово. Меня уже спрашивали о том, что такое концепт. Мне просто пришло в голову это слово, потому что оно как бы охватывается. Если кратко говорить, это идея. В любом произведении должна быть какая-то идея. Недавно где-то я прочитал у кого-то, даже мне кажется, русская Википедия так говорит, что постмодернизм — это писать чёрт знает о чём. То есть без идей, на самом деле, мне кажется, нет. Концепт — это идея. Иногда эта идея может быть очень маленькая. То есть это, простым словом сказать, фишка. Достаточно одной какой-то ситуации. Это будет человек какой-то, какой-то человек, который выделяется. Может быть, какая-то ситуация. Я не говорю о каких-то глобальных идеях. То есть любая ситуация, которая выходит из ряда вон, которая привлекает моё внимание и может привлечь чё-то, это для меня концепт, или это что-то новое, или это хорошо забытое, старое, или это цитирование, или это трибют кому-то. Вспомнил, да, в качестве премьера я об этом писал. Просто очень навскидку сложно придумать пример концепта. Вот я смотрел сериал «Наш умевший Шерлок», который меня не цепляет, как многих. Я знаю, что есть очень много фанатов. Ну, я не его фанат. Но когда в серии о собаке Баскервилле там была фишка, когда что-то видит световые сигналы, и по книге там подавали какие-то знаки к каторжнику, правильно? В фильме он идёт на эти сигналы и замечает там людей, занимающихся в машине сексом. То есть, которые в Англии называются доггерами. Человек просто взял по созвучию, взял любителей собак-доггеров, ставил в собаку Баскервилле. Это маленький концепт. Это просто пишущий человек, давай я это сделаю. И всё, эта маленькая фишка для меня, она делает всю эту серию. Хотя серия, в общем-то, достаточно скучная. Вот это пример концепта. Какие у Чехова концепты? Мне почему-то первым пришло в голову гайки, которые выкручивали злоумышленники из рельсов, чтобы делать из них грузило. Но это не концепт, это просто Чехов об этом знал, что люди это делают. Ему показалось это достаточно забавным. Не знаю, а Чехову мне ещё только приходит в голову, что некоторые считают его достаточно, как доктора, некоторые считают достаточно циничным из-за того, что он был доктором. Многие таковым же считают и Булгакова. Я не знаю, возможно, что-то в этом есть, что доктора проще относятся к людям. Но мне Чехов таковым не казался никогда. Мне кажется, он просто хорошо людей понимал, хорошо их видел и достаточно им сочувствовал. Многие не замечают в нём такого сочувствия. Говорят больше о том, что он людей препарировал. Концептов я, если честно, даже напрягшись не очень вспомнил. У него всё-таки житейские рассказы больше.